Граф задумчиво смотрел вслед удаляющейся машине. Вот оно значит, как это происходит, как бросают ненужных собак, вывозят в незнакомое место и оставляют. Он прекрасно понимал, что глупо бежать следом, он оказался обузой для хозяев, да и сил у него было немного. Питбуль медленно подошел к большому раскидистому дереву и улегся, уложив мощную голову на лапы, тяжело вздохнул и начал вспоминать. Хозяин взял его крошечным щенком, ему нужно было начать дрессировать его, как можно раньше. Он хотел сделать из пса чемпиона собачьих боев, и граф старался. Большую часть своей жизни он сражался на арене. Правило в боях было лишь одно – биться до смерти, если не ты, то тебя. Люди получали от этого удовольствие, им не хватало адреналина, и они делали большие ставки. Победители получали много денег, а граф побеждал с многочисленными повреждениями и травмами, но он приносил прибыль человеку. С каждым боем его здоровье ухудшалось, и скоро он перестал приносить деньги, он стал ненужным. Пес был очень умный и воспитанным, несмотря на то, что всю свою жизнь он видел только жестокость, зла на людей не держал. Он просто не знал, что бывает другая жизнь. Отдохнув, Питбультерьер встал и пошел по улице. Он двигался бесцельно, машинально, отмечая, как обходят его стороной редкие прохожие. Вид у него был агрессивный, но он знал об этом, его мысли разбегались и были прерваны внезапно. Граф остановился и прислушался. Возле магазина небольшая кучка хулиганов окружила хрупкую девчушку лет десять. Ее плач и привлек внимание собаки. Мальчишки забирали деньги, которые девочки презентовали на сладости. Слезы малышки только смешили мальчуганов. Подумаешь, родители дадут ей еще. Мимо проходили люди, но никому не было дела до девочки, и никто не посчитал нужным остановиться и поинтересоваться, что же происходит. Граф был закаленным в боях и жестоким соперниками, но что делать в таких случаях, не знал, его не учили защищать, его учили убивать. Но справедливость у бойца была на уровне генетики, поэтому он медленно подошел к девчушке и просто остановился рядом. Он ждал дальнейшего развития событий, а хулиганы, увидев графа, стушевались и натыкаясь друг на друга спешно ретировались, оставив девочку с ее деньгами. Они решили, что это ее собака. Юная незнакомка перестала плакать, она поспешила поблагодарить своего спасителя и сделала то, чего Питбуль никак не ожидал. Она присела и обняла его за шею, говоря слова благодарности. Ее мокрая от слез щека прижалась к могучему торсу. Граф замер, он не понимал, как ему реагировать, никто никогда за всю его жизнь так не обращался с ним. Пес постарался осторожно освободиться из объятий, усиленно сопя. Девочка отпустила его и, присев перед ним, стала гладить по голове. Она говорила что-то приятное, что пес умный, добрый, сильный и хороший. Ее рука нащупывала многочисленные шрамы, и девочка грустила. Пса явно били. Граф совершенно растерялся. Ни один взрослый не додумался бы до того, чтобы так отнестись к бойцовской серьезной собаке. Но маленькая девчонка этого просто не знала. Наконец малышка оставила его в покое и убежала в магазин. Пока граф раздумывал над произошедшим, она вернулась, но вместо сладостей несла сосиски. Пес осторожно принял угощение, удивляясь хрупкости детской ладошки, а потом его новая подруга убежала домой, и граф остался один. Улегшись на аллейке возле магазина, он задумчиво смотрел вдаль. Странный сегодня был день, он потерял хозяина, но встретился с новым другом и еще первый раз в жизни узнал, что такое ласка. Ему нужно было все это переварить. Через несколько дней девчонка опять появилась. Граф узнал ее издалека, она угощала его колбасой, принесенной из дому, а потом позвала погулять с ней, и он пошел. С того дня девочка и пес стали часто гулять вместе, доходили до парка и речки, играли или просто сидели рядышком. Граф испытывал прекрасные эмоции, они были новыми для него, он не верил, что такая дружба бывает. Как-то раз девочка пришла не одна. С ней за руку шел мужчина ее отец, как потом догадался граф. Когда он увидел пса, то пришел в ужас. Это было видно по его глазам. Дочь постоянно твердила о новом друге, называла его хорошим и добрым псом, и отец никак не готов был увидеть этого монстра с широченным торсом и крепкими лапами, твердо и уверенно стоявшими на земле. А девочка безумолку говорила, рассказывала, что именно этот пес ее спас от хулиганов, и вообще он самый лучший, и его нужно забрать домой. Отец не соглашался, ведь это все-таки серьезная и опасная порода. Малышка упрашивала, плакала, и папа пообещал, что они с мамой подумают. Граф видел и понимал, что люди решают его судьбу, но лишь молча наблюдал. Подруга графа перестала ходить, и пес потерял интерес к жизни, бессмысленно скитался по улицам, не чувствуя ни голода, ни жажды, он привык к лишениям и боли. Прошла целая неделя, пока граф вновь увидел девочку. Она была очень веселой и шла, пританцовывая и торопясь, рядом шел тот же мужчина ее любимый папочка. Граф не знал, что нужна была целая неделя уговоров, слез и обещаний для того, чтобы родители сдались. Нет, они не были против животного, и даже были готовы купить дочке любого питомца, но не питбуля угрюмого, серьезного пса. Но их дочь оказалась бойцом, как и выбранный ею пес. Она не хотела другую собаку, она любила графа, и им пришлось согласиться. Впоследствии они ни минуты не пожалели о своем решении. Граф оказался спокойным, воспитанным и абсолютно неприхотливым. Он невероятно нежно относился к дочке и всегда был с ней рядом. Во время воскресной вылазки на природу, они повстречали бывшего хозяина графа. Увидев большой тонированный автомобиль, граф насторожился и напрягся. Из машины вышел мужчина, интересовавшийся проездом через лес. И тут он увидел пса, он узнал его, звал, давал команды, но пес не пошевелился. Когда отец девочки поведал, откуда у них пес, мужчина спокойно сообщил, что он оставил его в наказание. Тот стал плохо работать и проигрывать бои. Девчушка, еще слишком маленькая, чтобы понять всю серьезность ситуации, просто отчаянно защищала пса и твердила, что она никому не даст своего друга в обиду. Хозяин грозился судом и неосторожно сделал шаг в сторону малышки. И тут, стоящий спокойно, граф зарычал и встал перед ней. Следующее угрожающее движение в сторону отца, и собака сомкнула железные челюсти на запястье мужчины. Ругаясь и угрожая, бывший хозяин сел в машину и поспешно уехал, зажимая рану. Когда отец повернулся в сторону дочки, то увидел, что она обнимает своего грозного защитника, а тот улыбается во всю пасть. Папа молча подошел к собаке и тихо сказал, «Право была доченька. Ты действительно самый лучший пес». Семья отдыхала, девочка собрала полевые цветы, сплела венок, и, надев его на голову графа, звонко чмокнула его в серьезную морду. Граф был счастлив, у него были любимые люди, и он чувствовал, что его тоже любят. А что еще нужно, собаки? Пес умиротворенно вздохнул, все-таки хорошая штука жизнь. Пес умиротворенно вздохнул, все-таки хорошая штука жизнь. Продолжение следует...